Святой Николай приближается. Позиция областной власти новогодние праздники должны прийти к каждому ребенку. В канун одного из главных православных праздников председатель облгосадминистрации посетил школы Камышевахи. О двух общих по сути, но разных по специфике заведениях в материалах наших корреспондентов. Таких школ в Украине осталось только две из шести. Остальные сократили. Сюда по решению суда принимают только тех, кто совершил преступления, кражи, убийства, изнасилования и грабежи. Самому младшему воспитаннику 12, самому старшему 15. Сейчас на перевоспитании 14 подростков со всей Украины. Ни одного из них не оставляют без пересмотра ни на минуту. В штате школы 51 сотрудник обеспечивают социальную адаптацию примерно 80% контингента. Сейчас готовят утренник к святому Николаю. Учат песню на английском. У нас методы есть заохочение, а покарания методов нема. Покарание – это у нас присутствие заохочения. Самое главное заохочение в нашей школе – это пойти достроково домой. В школе социальной реабилитации этим детям дают навыки, которые могут им пригодиться впоследствии. Учат малярному и швейному делу готовить пищу и вязать веники. На этой кухне Александр Пиклушенко дает воспитанникам свой рецепт омлета, а по большому счету – наставление на путь истинный. Самое главное – это забить хорошенько. К сожалению, такие дети есть, и видите, и число растет, а количество школ закрывается, и наша школа Камышевакская остается базовой. И 51 рабочее место для меня, как для губернатора – это очень ценно и очень важно. И самое главное, что это люди с доброй душой, с открытым сердцем и с высокими профессиональными качествами, которые тот брак, который допустило государство, родители и школа, они исправляют и исправят. За последний год раньше срока освободили троих. Тех, кого перевоспитать не удалось, отправляют в Макеевское училище социальной реабилитации. Руководитель региона уверен, от каждого из нас зависит, вернутся ли эти мальчишки обратно на скользкий путь или станут действительно полноценными членами общества.